здравствуйте друзья сегодня будет ваша любимая рубрика ежедневных упражнений что я могу сказать по поводу этого натюрморта на первый взгляд может показаться что он незамысловатые и скучные и что в нем нет никакой изюминки этим натюрмортом я бы хотела решить несколько задач сближенные отношения красного на красном затем темное на красном и светлое на красном выбрала именно красный потому что он щедро отбрасывает рефлексы на все вокруг даже при умеренном дневном освещении я выбирала между красным и оранжевым но для оранжевого у меня просто не было подходящего фрукта или овоща в цвет посему выбор пал именно на красный и плюс ваше любимое дневное освещение в комментариях почему-то чаще хотят именно дневное скорее всего если вы собираетесь поступать и впереди творческий конкурс то постановки будут именно при дневном освещении как по мне натюрморт при направленном искусственном освещении легче написать потому что там ярко выраженные тени и светам понятней тепло холодность явно видны рефлексы и все намного контрастней дневной свет более сложный из-за несильных контрастов и более тонких отношений тени и света мягче и самое главное холодный свет и теплая тень я очень хотела показать как вписывать предмет в среду стараться не писать предметы по отдельности а видеть их в контексте всего окружения где-то подчеркнуть краевой контраст а где-то наоборот его списать к примеру светлая чашка не будет со всех сторон одинаковой разные ее части будут по-разному смотреться на отдельных фонах потому что набирают на себя цвета но опять таки это очень нюансно ведь не нужно для начала найти локальный цвет предмета затем в него вмешать цвет фона и выйдет что-то среднее главное тон выдержать это конечно очень грубо сказано ведь вам может казаться что там намного больше оттенков это так замешивайте такой цвет какой вы видите при этом смотрите на него через соседние отношения к примеру если вы пишете чашку смотрите и именно на ткань и расфокусированным взглядом старайтесь охватить ту или иную часть чашки которую пишите для создания ощущения глубины пространства нужно обращать внимание на краевые касания так к примеру теневая часть кувшина и падающая тень выглядят цельным пятном но в этом цельном пятне есть нюансы которые мягко отрывают кувшин от задника нужно прищуриться чтобы разглядеть степень нюанса опять-таки линза объектива утрирует контраст и поэтому в натуре все намного сближенней и пишите с натуры а не с фотки камертон также поможет вам определиться с тональностью в тюде обозначьте что самое темное и что самое светлое в работе что такое тональность если вы сделаете черно-белое фото натюрморта состоящего только из белых предметов и сделайте черно-белое фото натюрморта состоящего из преимущественно темных предметов то вы сразу поймете разницу диапазона всегда перед началом работы ставьте себе задачи или вы хотите закомпоновать формате или вы хотите разбить на локальные пятна постановку. Или вы хотите добиться эффекта прозрачности, как вот на той классной работе, что нашли вчера в инстаграме. Или цвета хотите сделать чище, чем обычно. Или добиться материальности предметов и глубины пространства. Или, как в данном случае, вписать все предметы в среду. Возможно, вы замечали в работах новичков, что все предметы смотрятся будто бы по отдельности, вырезанными с жесткими краями. Так вот, это происходит из-за того, что человек во время работы смотрит только на изображаемый предмет. Писал кувшинчик, смотрел на кувшинчик, писал помидорку, смотрел только на помидорку, писал драпировку, смотрел только на драпировку и пересчитал все складочки. А ведь драпировка это вспомогательный элемент, и ее нужно усадить на заднем плане, чтобы она не спорила с предметами на переднем. А ведь самая главная и сложная задача, на мой взгляд, учиться цельному видению. И тогда вы не промахнетесь с тоном и с средой. Главное, прищуривайтесь и смотрите на работу так, будто у вас плохое зрение и все поплыло и слилось в большие пятна. Если будете вписывать рефлекс, то прищурьтесь и подумайте, какое место он занимает во всей постановке. Я так часто об этом говорю, что вам, наверное, уже надоело. Но надеюсь, вам это поможет. Кстати, всегда стараюсь в начале работы поскорее перекрыть белую бумагу, заложить большие отношения, чтобы белый лист не просвечивался и не отвлекал наше внимание. Кстати, надо попробовать гуашь на тонированной бумаге. Может, кто-то из вас уже пробовал, напишите, как вам. Если пишите на белой бумаге, такой обычной гуаши, как у меня, то введите работу от светлого к темному. А именно, заложите светлые пятна сразу, потому что темный цвет светлым, ну, вы вряд ли перекроете. И тут работает принцип, как в акварели, от светлого к темному, постепенно набирая тон. Главная отличительная черта этого освещения – у теней нет четкой формы и грани. Конечно, если будет светить солнце на натюрморт, то появится, но если пасмурная или северная сторона, то тени рассеянные. Тут возникает следующее опасное желание – разъелозить краску по листу, да еще так, чтобы бумага пошла картошками, размокла и вообще порвалась для полного счастья. Но это случится в том случае, если бумага не предназначена для гуаши и акварели. Не экономьте на бумаге, иначе не ощутите удовольствия от работы и постоянно будете бороться с бумагой и приклинать все на свете. Пользуйтесь раздельным мазком. Это настоящее спасение. Форма будет лепиться послойно. Заложил пятно мазком, дайте ему высохнуть. Затем вернитесь и положите сверху следующий. Так и краска лучше ляжет, и бумага не умрет. Можно списать край предмета или тени, но стараться не применять этот прием слишком часто. Также важно направление мазка. Если вы когда-нибудь штриховали по форме, то поймете, как писать по форме. К примеру, на переднем плане драпировку можно писать горизонтально, если и на заднем плане, то преимущественно вертикально. Это, конечно, грубо сказано, но примерно так. Было несколько вариантов компоновки. В комментариях задали вопрос, как я компоную. Если натюрморт простой, как сейчас, то тут, конечно, сильно не разгуляешься. Зачастую я стараюсь раскладывать предметы так, чтобы их нижние и верхние грани не пересекались, то есть стремлюсь создать ритмичность в этюде, а не выстраивая все предметы в скучную линию. Возможно, это не всегда получается. Во время работы с цветом сбивается рисунок, предметы увеличиваются или уменьшаются, и где-то этот косяк вылазит. Поэтому в конце работы нужно обязательно уделить этому внимание и перепроверить, не сбился ли рисунок где-то. Всегда задавайте себе вопрос. Какой предмет в композиции самый главный? Не будет главного, не будет и второстепенного. Предметы начнут спорить между собой. Самый главный предмет всегда или самый яркий, или самый крупный. Может быть, самый контрастный. По-разному может выделяться. В данном случае грешок главный, так как он самый большой, и к тому же он на среднем плане. А как мы знаем, самые главные предметы располагаются всегда на среднем плане. Во время работы с цветом держите внимание сфокусированным. Постоянно сравнивайте с натурой. Положили мазок, сравнили. И так по кругу. Постоянный сравнительный анализ. Может, есть среди вас счастливчики, обладающие китайской гуашью Чинчжу? Или как она там называется? Как она вам? Где заказывали? Сколько стоит? А то я находила только масло этой фирмы. Сейчас будет а-ля история из жизни. Вы хотите, наверное, спросить, как я докатилась до такой жизни. И почему именно гуашь? У нас был такой предмет в Академии цветоведения. Длился он или полгода, или год, не помню точно. Там мы делали разные выкраски. Постепенно добавляли черный в красный. Красили квадратики в серо-зеленый. А потом в этот квадратик дорисовывали чисто красный квадратик. И смотрели на это, на то, как работают комплементарные цвета. Делали цвета хроматическим и хроматическим. Нормальные, в общем-таки, упражнения были. Мне очень нравилось. И на том же цветоведении мы писали такие декоративные натюрморты. Я прикреплю фоточку примеров. И вот эти натюрморты я просто ненавидела. Они у меня тупо не получались. Там много говорили о краевых касаниях, контрастах на стыках. И я на тот момент вообще ничего этого не понимала. Но случился у меня один прорывной тюд. Если я найду фотку его, то обязательно приложу. И тогда я прям влюбилась в эту технику. Но больше не писала, потому что у нас, в принципе, не было гуаши. В основном только масло было. Гуаши, правда, брала пару раз на маленькие задания по монументалке. Это нужно было придумать эскизы, росписи, стен и все в таком духе. С гуашью наши пути больше не пересекались. Да и не тянуло после тех неудач с цветоведением. Меня это вообще очень бесило. И в целом первый курс был очень стрессовым. Новая среда, новые материалы. Ничего не получалось. Масло это тоже мне не сразу полюбилось. Вообще я думала, что поступая на дизайнера в архитектурно-строительную академию, но потом поняла, что там больше живописи, чем дизайна. Потом, после четвертого курса, я поработала пару лет визуализатором интерьеров и поняла, что все-таки люблю больше писать и рисовать, чем вот это вот все строительное. Коротко о том, какой стрессовый был у нас первый курс. Мы поехали на самый первый пленэр на две недели. На первом курсе. В один из дней нам позировала девушка в шляпе. Такая красивая постановка на свежем воздухе. Все классно. Но в какой-то момент одна из моих родногруппниц начала плакать, потому что у нее ничего не получалось. За ней потянулась вереница. Вторая заплакала, третья заплакала. И буквально через полминуты мы уже все обнимались и дружно плакали из-за того, что у нас просто ничего не получалось. А наш преподаватель взялся за голову и сел под стеночкой. Он просто не знал, что делать. И это при том, что он всегда помогал, нам всегда подсказывал и поправлял работу, если что-то не так. Он, наверное, в тот момент думал, боже, куда я попал. Это только один из эпизодов. Но слез, конечно, у нас было много. Потому что постоянно казалось, что что-то не получается, что у кого-то лучше, что ты самый отсталый. Так смешно смотреть на детей в художке, которые бросают свои незаконченные работы. И ты понимаешь, что есть намного более сложные штуки, и что все приходит с опытом и с насмотренностью. И что это вообще длиннющий путь поисков, и что всю жизнь кажется, что ты недостаточно хорошо сделал. Если это доставляет удовольствие, надо просто делать и в другой раз не допускать те же ошибки. Творческий путь – это интересное, полное поисков и экспериментов, приключения. Хочется пробовать разные материалы, ограничивать палитру, чтобы добиться того или иного эффекта. Начинаешь больше думать об интересной композиции, о колорите. В общем, штудия – это хорошо, но самое интересное начинается тогда, когда ты овладеваешь материалом, и получается уже не то, что получается, а то, что задумывал. Я часто говорю своим ученикам, что к учебным работам нужно относиться просто как к упражнению, а не рвать волосы на голове из-за того, что им на пятой минуте уже не нравится работа. Нужно отойти и проанализировать, что с ней не так. По-любому можно исправить даже самую корявую, и наоборот не думать, что если получилась какая-то удачная работа, то это лучшее, что ты делал в жизни. Через год она уже не покажется такой классной. Вот, к примеру, осенью я написала натюрморт с узбекским чайником, и он мне казался таким удачным, ну таким классным. Смотрю на него через время, ну, как бы натюрморт как натюрморт, ничего особенного. Также в 2017 году я написала разработку к диплому, тоже натюрморт. Нужно было что-то для переднего плана, и остановилась я, значит, на натюрморте. Такой восточный, он мне до того нравился, я прям восхищалась, какой он классный получился. Смотрю через время, вот уже сколько, лет 5 прошло, 4 года прошло, и кажется таким сырым, и столько там можно было ещё делать и делать. На тот момент мне это казалось просто вау, а потом опять не получилось ничего хорошего. Наш преподаватель говорил, что есть этап, когда ты начинаешь делать чуть лучше, чем раньше, а потом опять проседаешь, потом опять чуть лучше, потом снова не то. И это нормально, это хорошо. Главное писать даже, когда не получается. Главное не останавливаться, потому что пауза скажется на качестве, и придётся наверстывать упущенное. каких тут, кажется, на 9-й минуте можно выкидывать этот этюд. Но нет, я не буду это делать, потому что в голове у меня уже есть картинка того, как примерно должен выглядеть этот этюд, и к чему я должна стремиться. Плюс насмотренность. Чаще смотрите классных художников. Помню, мне попался Коровин, и с первого курса до конца учёбы мне нравилось его смотреть, я старалась сделать что-то похожее, широкие мазки, такие красивые колориты, мне это всё безумно нравилось. Я купила себе самую широкую кисть, и давай валить этой кистью всё подряд. Мне так было досадно, когда к моим работам на обходе подошла мама одногруппницы и спросила, она что, пальцами рисует? А я про себя думаю, да какие пальцы, это же широкое письмо. И вот недавно я пересматривала эти работы и понимаю, что это нифига не широкое письмо, это просто очень сырой этюд. В общем, я отвлеклась от темы, если вы хотите короткие познавательные видосы, то они есть на канале, и ссылка на них в описании. Просто сегодня меня потянуло поболтать. Я просто смотрю, что за год присоединилось две тысячи человек, хотя начинала я этот канал как вспомогательный для своих учеников из художки. Я очень рада, что кому-то это полезно и интересно, и возможно помогает. Мне очень приятно, и спасибо, ребята, что вы есть. Вы мотивируете меня делать больше интересного, искать более динамичные форматы. Я не знаю, к чему это всё приведёт, но мне нравится снимать, рисовать, и я делаю это с большим удовольствием и желанием. Надеюсь, вы чувствуете мой настрой, и он передаётся вам тоже. Так странно смотреть видео с прошлого апреля. Казалось, уже год прошёл, а я буквально переношусь в день съёмки, и примерно помню, что тогда происходило, какое было настроение, о чём я думала во время работы. В общем, очень живые эмоции, особенно если на черновом видео мелькают мои диалоги или комментарии. Прям такая странная ностальгия. Если вас интересует какая-то тема или накопились вопросы, пишите, и я постараюсь на них ответить. Расскажите, с какими трудностями сталкиваетесь вы во время работы над натюрмортом. Возможно, это построение, возможно, цвет или композиция. Может, вам проблематично ставить себе постановки, и никак не складывается натюрморт. Возможно, у вас такая загвоздка. А может, к материалу не привыкли, и всё время переборщиваете или боитесь переборщить. В общем, поделитесь, пожалуйста, своими бедами, и в следующих видео я постараюсь снять на них ответ и решить их. Возможно, вы не любите, чтобы за спиной кто-то стоял и смотрел, как вы работаете, и из-за этого сильно отвлекаетесь. Может, не любите разговаривать во время работы. А может, наоборот, очень любите, и из-за этого получается всякая ерунда. Может, болезненно относитесь к критике, преподавателя, друзей, родных и так далее. В целом, ребята, спасибо, что вы были со мной, и спасибо, что подписываетесь. Ставьте лайки, если видео полезно, и до новых встреч!